Это программа Доброй Ранницы Беларусь на календаре 21 сентября, среда. И это день богат на праздники, друзья. Сегодня день рождения отмечает радиостанция столица. 18 день рождения. И к нам в гости пришли замечательные люди, которые с радостью будут делиться своим настроением и этим праздником. Итак, внимание. Заведующая отдела музыкальных программ Татьяна Шишлой, ведущий музыкальных и авторских программ Виталий Крабченко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С днём рождения. С днём рождения. Широ витаем, поздравляем. И мы знаем, что, конечно же, вы сегодня... Виталий, ещё поедет, наверное, на прямой эфир. Так, литерально, просто полгодинки. Я скажу, Еширо, с очень доброй Ранницы. И начнётся. Ну, какие ощущения? Да, 18 лет, совершеннолетие, дата большая для радиостанции. Это прям очень много. Ну, на первых, такого раннего святкования неводного свято у нас ещё не сдавалась. Там у гэта день двойчая особливая. Ну, а по-другой, ну, як нормальный 18-годовый, хто, подлеток, юнак, молодый человек, ну, альбо целком радиостанция, мы полные планов, мы полные спадзяваннёв, энергии, задум и неких таких, чого мы полные. Да мы всего полные. Головно, мы открыты до контакту и со слухачами. И по-межсобою коллективе у нас, треба сказать, что вельми, не клядь же на 18-е годзе, у нас вельми сургёзный коллектив, які, всё ж таки, працюю на сургёзного слухача. Ну, у нас полно, что называется, супрацунников вопытных и молодых. Так что у нас и досвеченность, и драйв молодости, у нас всё сполучается, так что мы молодцом. Ну, давайте так, для тех, может быть, кто не знаком с радиостанцией Столица, каков формат ваша радиостанция? Музыкальный формат. Музычный формат у нас, ну, наипеш мы вылучаемся тем, что мы крутим рок-музыку от неких лёгких лайтовых накерунков до экстремальных. Ну, гэто у особных аутарских программах. Так что, кому не хапая пажатти рок-музыки, каля ласка, вы наши. Если чуть-чуть драйва, кстати, день рождения, мы знаем, что вы заявляли, чтобы тебя и анонсировали, чтобы так же отмечать в стиле рок. Это как? Гэто у, значит, у нас... Это татуировки, это жулики, гитары. Всё, вы натянули, стали взрослые. Всё, можно. Так, значит, ну, наипеш мы будем отзнашать сегодня у эфиры, таким святочным, нормальным эфиром, с сюрпризами. Не хаваем, я не буду, так что одразу о сёме ранецы можете долучаться на... У Минску 105,1, но и по всей Украине иншая частота. Сюрпризы мы подрыхтовали. Будуть. Ну, заразумело, подборка музыки будет такая нормальная. И другая частка святкования намечена на 24-й вересне. Это суббота. У одним из минских рок-клубов в охот будет вольным. Так что, каля ласка, и вас так само запрашаем. Спасибо большое. Будет рок-концерт. А вот «Крок дорога» — это как раз-таки этот проект или это ещё один проект? «Крок дорога» — это аутерская программа Марины Савицкой у нас на радиостанции. Что ты день по середах ладится годинный живый концерт наших айченых, ну, здарается, что и не айченых, и замежных выканалцев, у промым эфиры. Лайв. Прямо в студии? Ну, не у великой студии Дома Рады, а полновартосные, нормальные концерты, и все слухачи могут дотелефоноваться и задать напрямую пытание бэканалцам и отримать эксклюзивные отказы. А отримутый крок дорога и сбоку слухачёвки, и знаймица Махчима для себя открывают некие новые команды, и команды, которые Махчима у першиню презентуют себе в прямом эфире на радиостолице. И это тоже возможно, ведь это очень большой плюс. Многие молодые артисты не знают, куда, собственно, податься и где о себе заявить. А многие знают, потому что только лишь на радиостанции столица есть такой замечательный проект, как «Ведай наши», где, в общем-то, и могут музыканты, молодые, заявить о себе. Вот сейчас все они сделали телевизор погромче. Расскажите, расскажите в этом проекте, как туда попасть, кто туда может попасть. То есть ребята, которые поют песни в стиле... Рок. Рок. Руки вверх не подходят. Не, никак. Юра Шатанов, не туда. От складанных неких джаз-роковых, поп-рок, Махчима. Головная, как бы песня была выканана на живых инструментах. Ну, электророк. Так само есть такие напрямки. Электророк так само допущальный. Але головное в этом слове рок. Махчима, это акустичный рок. Ну, альбо некий там брутальный, экстремальный, там не буду лечить, называть тяжкие напрямки, что робится. Знаходится в социальных сетках, альбо на официальном сайте Радоя Столицы, контакты музычного редактора. Это я. И далее все подробязности я обвешаю. Далее отбывается конкурс «Отбор» 10 самых цикавых треков, которые будут заявлены на конкретный месяц. И тягом месяце отбывается таки, будто бы, хит-парат на выбывание у социальных сетках, на сайте, где голосование, там полное правило есть, зимой можно ознайомиться уже на сайте, на нашем официальном. И вот так тропляют у свет музыканты, особливо по шаткоуце. Это прекрасно. Есть какие-то имена, вы даже можете и не называть, но есть ли те группы, которые через этот проект стали популярными или, ну, по крайней мере, успешными? Ну, напевно, таких гучных имен, как так, усе введали. Чтобы все не обиделись, можем это оставить. Напевно, я не скажу, что мы вынышли некие там, ого-го, там, сусветные величины зорки, але есть вельми цикавые, и это доказывает, что на нашей сцене есть имены перспективные, сдольные. Просто мягчимыч, гостей не хватает. Может, продюсера, может, неких там... Кому-то гитары. Гитары, так. Кому-то грошей на записной, якосной. Ну, таким чином, гэты люди, вось у гэты, и все, и тесолцы, починают займеть некие мягчимости. Да, у меня, кстати, вот сейчас вопрос к Виталию, да, он так тихонечко сидит, молчит, все наблюдает, задумывается, там, план своего утреннего эфира. Ведь столица — это единственная полностью белорусская... белорусско-моуная радиостанция в нашей стране. Виталик, вот ты, разумеется, как и другие коллеги, также работаешь на белорусском языке. Мне просто интересно, а в жизни вы общаетесь на белорусском языке? Или это все вот включился микрофон, поговорили, выключился, и... А, ну что, привет, пока. В общем, бывает по-розному, але я, наприклад, для меня, як бы не існуе вогуле у штудзённому житку русской мовы. Я могу перейсті на русскую, калі, наприклад, чалэк не разумеет по-белорусску. Але, в принципі, с коллегами на праце я за счёты разумею по-белорусску. Тому для мене гэта не з'являецца нечым звышно-натуральным, нечым штучным. Я просто с гэтым живу, я у гэтым існуюю, и я думаю по-белорусскому. Для мене нават тяжко выявить, як можно увасти ефір белорусскомовный, перед этим думающий по-русскому. І коли такі люди є, наприклад, я просто я захопляюся такими людьми, тому що я почав би розмовляти просто на тросянце. А, вот ещё прошу про... Насколько, ну, по твоим ощущениям, вот насколько на сьогоднішній день, да, у молодёжи, у ваших слушателей, у вашей альтерії интерес к белорусскому языку? Тобто все проекты абсолютно всі. От викторинно-музыкально до вопросов, і новостей, кстати, виходить тоже на белорусском языке. Насколько вот сегодня люди готовы слушать всё белорусскому, і воспринимать адекватно? Справа тым, що столица 18 год, кольки сьогодні означає, столькіна розмовляє по-белорусскому. Она ніколі на іншій мові не розмовляла. І тому, відповідно, є категория слухачів, які от першого дня народження радуюсь столице з нами, натурально, като белорусскомувные люди. І вовлі, мені здається, що для людзей едукованных, інтелігентних, культурных белорусскомуві не з'являється раптом стала, выскажуть, моднаю белорусскомуві. Махчым і модна, нехай будзе модна. Калі гэта допамагає підтягнуць молодь, наприклад, каторая раптом разумеє, што, о, гэта белорусская, гэта родная, гэта сваё. На белорусскай мові робіцца класныя праекты, на белорусскай мові співаюць супермузыканты. Чому не? І таму, вось гэты некі такі етап, які сьогодні назіраецца, гэта вельмі, вельмі карыстны, на мой погляд. І наше коло, коло белорусскамовних, які любять класны рок і белорусску мову, і себе, в першу чергу, натурально поважаюць, їх більше, і ми к этому вельмі раді. Ой, ну... Здорово. Друзі, давайте буквально нескільки слов. День рождея Радиостанції, у вас большой колектив. Поздравьте ваших колег с этим праздником. Алла, я хочу сказати... Алла, Гришка! Той тортик, якій ти учора. Я хочу звертаюся до Аллы Рыжевич, своїй напарніці по ефіру. Алла, хутка, я буду з тобою, не переживай, застається літерально 30 хвилин, і привітаємся з тобою. Натурально усіх слухачів радію Століце віншую з нашим днём народжень, відповідно і з вашим. Могу тільки додати, що сьо літа білтіли радію компані, і усі структуры, які до цього спрішінилися, зробіли вельмі великий подарунок Радиостанції. Я думаю, і ми супрацівніки, і слухачі яшча більш за нас раді гэтаму. Всі літа уведзіна у строй більш за 20 ФМ-передачікаў па ўсёй країні. І наші слухачі стали до нас яшча ближай, так што мы гэтаму безумовно раді і перадаєм правітанні усім тым, хто яшчай, махчыма зараз глядзіць добру раніцу, але не веду, што такое рада ё Століце. Калі ласка пашукайте на своїх прайомнічках чистоту, паспробуйте послухати, махчыма гэта то, чого вам пажати не хапало. І добре раніце усім. І ми поздравляємо Радиостанцію Століце с днём рождения. Сьогодні у нас в гостях були заведуючий отделом музыкальних программ Татьяна Шишло, і ведущий музыкальних і авторських программ Віталій Кравченко. Спасибо, друзі.